всем привет с вами диктофон и сегодня мы с вами продолжим играть в игру под названием блонд 100 до 6 и в этом видео мы уже будем проходить нашего элитного босса фейза а перед началом нашего видео я бы хотел вас попросить подписаться на мой канал и поставить лайк если вы этого еще не сделали это правда поможет развитию моего youtube канала и в принципе блонд 100 до 6 комьюнити русскоязычного а так давайте смотреть элитный босс у нас ничем не отличается по модификаторам от обычного единственное что у него конечно же добавится больше хп это вот как минус и я думаю что я буду использовать ящик если честно просто не хочется настолько нам прям жестко заморачиваться хочется так вот спокойненько знаете вот так отыграть и потом заниматься уже своими делами потому что у каждого из нас их конечно же полно у каждого есть своя личная жизнь и это понятное дело а как моя личная жизнь пока что наверное больше связано все таки с ютюбом я там чё-нибудь поделаю чё-нибудь помонтирую чё-нибудь подумаю и буду уже так начали на расслабоне потому что последние два босса элитных последние два элитных босса это было что-то ужасное мне это безумно не понравилось там какой-то у них был выкручен модификатора сложности повышенный и все из-за хп они были очень живучими но надеюсь что фейс у нас не изменит ну точнее что фейс наконец-то изменит вот эту череду событий и все у нас будет нормально давайте же определимся как мы будем называть наши банановые фермы в данном видео а в рандомайзере мне было число 2 а вторым комментариям у нас это была ферма фруктов смайл из one piece а поэтому те кто смотрят one piece а давайте сделаем перекличку в комментариях я не смотрел one piece а ни одну серию но когда-то я даже скачивал ее года два назад хотел посмотреть пока находился в деревне но так до меня не дошло просто меня очень пугает даже начинать это смотреть с учетом того что я не смотрю ни сериала ни фильма не аниме мне буквально просто нет времени или как будто бы нету сил на вот это вот все и я понимаю сколько серий one piece а если на тот момент уже за тысячу переваливала сейчас то что там за ужас то будет поэтому я даже не знаю если я начну то это вообще прощай весь мир как говорится я думаю что меня наверное затянет что может быть не будет интересно но на данный момент пока не готов к этому хочу пожить реальной жизнью вот когда будет такая вот череда что мне хочется захочется немного дезинсайднуться из реальной жизни и переключиться в монитор тогда наверное устрою себе марафон ванписом но пока мне кажется ближайшее время такого не получится к сожалению но я смотрел видео по ванпису про фрукты смайл по моему год назад где-то мне попадалось то есть все равно у них интересный лор интересно вот все проработанная вселенная и она немного вот так вот завлекает поэтому понятное дело что много акцентируешься уделяешь внимание поэтому вот так вот чуть-чуть в курсе но если честно я уже толком не помню про что они вот там идут но видео было довольно интересно там просто рассказывали какой фрукт кто там съел кто там что вот произошло какие способности выдает и вроде бы кто-то их там даже создает поэтому это здорово но вот глобального сюжета ванписа я как-то вот не знаю единственное знаю что он там хочешь стать типа королем мугивар и все что же как будто если честно но если вот это действительно то что есть про то что вот я знаю что он хочет стать вот таким-то вот королем то звучит это очень если честно нелепо потому что по сравнению с другими аниме когда вот который я смотрел там прям как будто смысла у главных героев побольше хотя блин мое любимое аниме это наруто он хотел стать хакаги его была мечта поэтому как-то он недалеко от ванписа ушел блин ну просто ладно до пути к хакаги наруто там с многими вещами справлялся поэтому ванписе сто процентов то же самое и наверное самое интересное ванписе это не именно становление и исполнение его мечт а то как он к ним приходит наверное точно так же как все и в наруто и как в большинство аниме и делается поэтому вот так вот вот так вот а так в целом нормально живем сейчас правда с правда сольемся надувал наверно двойной пистолет прокачать сейчас исправимся мы тут с вами побожите не тужить то двойной пистолет есть при хп сэкономим вообще на изи вообще на изи и сейчас вот я вот не знаю казалось бы можно накопить на банк потому что вот он у нас будет забавом бенджамином а стоит ли или нет можно же поставить рынок на который мне уже собственно практически хватает он давайте банки все-таки размещу надеюсь что нам тут окупится быстренько так все банк есть ума не надо теперь идем дальше пока что шаролов прокачивать я еще не вижу прям такого смысла так как волны шаров еще идут довольно слабенькие потом уже ближе к 27 раунду можно будет задуматься об этом сейчас буквально я вот этот рынок прокачаем и наверно можно будет откладывать уже денежки на шаролу так зарабатываем фрукты смайла давайте у нас наверно какие-то знаете и денежные фрукты смайла если вот что-то вот такое вот которые дают безграничное количество монет поэтому наверное именно их или его я и получил ну и здорово так вот так добавляем банк нам тут уже принес 4 тысячи монет очень приятно скоро уже будем тут собирать все смотреть хорошо мне тут нравится вот ставишь орлов потому что на обратной линии также будет уру ну вот сейчас собирать из этого можно не перемещать его это круто давайте еще на один банк накоплю во видите вот про это я вам и говорил чтобы шаролов у нас вот здесь только размещена при этом он и на вот эту сторону также у нас работает это замечательно так тут у нас уже смотрите 7500 буквально один-два раунда все и будем собирать уже все накопления которые у нас тут имеются и это очень хорошо так уже почти уже все давайте тратим фрукты смайла как размещаем побольше чтобы зарабатывать невероятные суммы этого мне очень бы хотелось и в принципе мы к этому идем постепенно если так вот посмотреть вот эти вот два рынка есть два рынка это же банки на рынке вот я надеюсь что вот эти вот банки нам к сороковому раунду смогут еще принести полное количество монеток смотрите как камуфляж на пролетал но пока что мне не так страшно он нам не так много урона наносит поэтому можно пережить спокойненько данный момент и отправляться дальше становиться только сильнее только мощнее пища две семьсот но к сороковому то вот по крайней мере этот банк я так думаю он должен набрать все необходимое вот это конечно сомневаюсь все равно идем нормально смотрите 35 раунд а у нас уже вот столько всего есть и мы продолжаем конечно же все это делать парковому раунду хочу поставить элитного защитника потому что он вроде бы должен быть тут хорош блин давайте перезайдем хочу поставить любу стера он нам тут пригодится уже кстати 36 раунд это немножечко уже начинает напрягать так как бы нам бы тут разместить там целом нормально и винограда стрел так качаю здесь продолжено быть под контролем и так думаю этот камуфляж мы теперь уничтожаем рынок прокачали и теперь надо уже наверное откладывать денежки вся надежда на вот этот банк потому что тут уже есть 5000 еще немножечко и все и у нас еще есть 5000 так что то что в целом то все вообще должно быть под контролем фрукты смайл стараются ради нас и для нас из 400 3 500 видите какая разница на самом деле огромная автостарт уже можно будет отключать так им 600 и мы уже сами при этом накопили 12000 если я захочу тут конечно мы собираем 12 это будет приятно так 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 насколько сколько блин но можно это и думаю собирать вообще по логике так и чем не тут бы сделать ну вот поставлю куда-нибудь куда вот так чтобы она еще на нашего инженера работала по телефону позвонил а я не знаю этого человека поэтому притворимся что мне все равно мне некогда так даем видимость камуфляжа элитного защитника вот так вот размещаем все давайте тут вот ставим 9500 есть собрали необходимо для нас сумму элитного защитника тоже разместил 20000 хп в этот раз у фейза еще можно липкую бомбу тоже добавить но на всякий случай потому что как-то у него очень много их позиций чтобы был вот такой дополнительный урон для нас это будет очень приятно и надеюсь что этого нам но будет хватать так 9500 есть все давайте я пока продолжу у нас заработки мы с вами побольше получали это будет полезно мы пока что мы всего две чеки пробили если честно не очень обнадеживает с учетом того что он уже пролетел пол карты ну блин так 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 половина хп нету может быть надо нам еще кого-нибудь добавить пока сложно сказать вроде бы более-менее это справляемся ухтязь бы конечно поэффективнее немножечко может быть надо было мне на элитную цель вот писать на прочную хотя не должны справляться смотрите у него уже остается две ячейки то есть в целом вообще все у нас тут идет под контролем как я хочу максимально много сейчас эффективно сделать очень стараюсь аккуратно поставить и блин ну все равно не влезай да что же так он у у влезло влезла влезла то влезла вот поставить бы сейчас правда не знаю зачем я всем этим сейчас занимаюсь потому что он все равно здесь продавать надо будет мы же поставим обезьянополис так и последнее у него уже ячейка полторы тысячи хп так поздравлялась первый класс пройден его я продаю просто 30000 это вообще-то много на данный момент это нам очень хорошо пригодится а вот этих обезьян нам нужно хватать кстати что персонально отбавку очень не вкачал хотя я есть честно и даже не пользовался зачем зачем я ее сейчас прокачал вот это вот тоже такой вопросик да еще скидка а денег не хватает вы только подумайте как это может не хватать денег а ага у нас вот этот еще в радиусе давайте тогда я продам но сделали тут возобновили здесь я смогу поставить без сожаления вот не вмещается давайте подождите я сначала вот здесь например поставлю и здесь смог вот деревню размещен чтобы тут радиус увеличить еще вот так вот скидки мы добавим и все в целом вообще круто продолжаем нашу игру качаем тут наши рынки фруктов смайла да еще и по скидке хороший такой по заработку увеличиваемся и в этот раз я прям на лучше поставил этим я прям горжусь наконец-то наконец-то что-то у меня нормально получилось это обычно всегда на этой карте испытываю некоторые проблемы с расстановкой а тут вообще хорошо ребята это просто что-то замечательное такого не бывает так как вот этот банк скоро нам надо будет собирать с него уже потом будем готовиться обалдеть как красиво это очень красиво выглядит я просто в шоке больше значит перфекционизм да так 8 900 пока еще ладно не собираем пор уже должно набраться все накопиться так здесь дальше размещаем 51 раунд у нас уже ну вроде бы неплохо идем для 51 раунда хотя не знаю ой 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 банк собрали фрукты смайл поставили давайте я пока продам мы тут могли дальше все размещать тем более нам все это позволяет делать денежки сейчас приходит довольно эффективно ко второму классу бы поставить мэда счастье он у нас тут доступен я уж какой-то момент сейчас резко испугался потому что а вдруг его нету нет счастью все у нас имеется части у нас все плод контролем так сюда данные бананы мы также прокачиваем муж как по мне это самая такая эффективная ветка для именно использования рынков да даже не понимаю потому что вроде бы на обычном боссе мы тоже к 60 раунду всю карту застроили нашими рынками но в том случае у нас были гарри поттер здесь у нас уже фрукты смайл то есть немного другие обстоятельства но при этом условия все те же но при этом я здесь еще добавил ящик но как будто бы это бы не знаю я бы не сказал бы что прям жесткий у нас такой прогресс что мы прям круче прокачались то тогда мы к 60 раунду вроде бы всю карту застроили то сейчас я иду примерно в этом же темпе если честно немного напрягает данная ситуация надеюсь что у нас все под контролем но при этом здесь я уже карту жестче застроил вы посмотрите у нас тут очень много влезло его так чтобы не слиться но у нас хп много поэтому не страшно должны пережить во этот седьмой раунд уже надо будет начинать нам откладывать деньги на мэда все-таки придется нам наверно что-нибудь потом продавать даже ради этого но надеюсь что нет так и вот здесь вроде тоже что не влезает что ли вроде тогда влезала у меня ну ладно ничего страшного авто старт я подключаю 12000 у нас есть интересно сколько у нас тут будет заработано денег по итогу раунда 1020 мы должны тут зарабатывать но вы посмотрите просто сколько у нас тут всего имеется в банке пока что всего 4000 монет до 24000 получатся заработали за один раунд неплохо конечно хотелось бы даже полу побольше получше зачем богат этим рада 59 тысяч продаю я например вот этот у нас рынок фруктов смайла вот так радиус увеличиваю тут усиливаю его сейчас будем ставить мэда не хватает 15000 120 тысяч хп у фейза кстати не сказать что прям настолько много в целом-то все должно быть нормально даже вот так скилл использую не знаю может надо еще алхимика добавить верно вообще суда он пока будет телепортироваться а будут еще алхимика поставил дополнительный урон это приятно увеличенный пробили моему уже две шкалы что как по мне это неплохо пока что немного денежек потрачу чтобы они у нас просто так не копились чтобы мы увеличивали наши заработки окну все половину хп уже пробили центральные рынке фруктов смайла добавили мой ну и должны проходить спокойно мы этот раунд этот класс в принципе так где мой курсор чтобы нужно фейз это нормально водиться то то я его даже просто не вижу в пошла жара сдесят тысяч она заработана на эти деньги у нас потом пойдут на централ фруктов смайла заключительный тут уже класс то есть у дефа им ся все пробили продаем теперь это чудо вот это ладно пускай оставим на всех случаев и передавайте сделаю так я так думаю что на этого босса нам не надо иметь невероятное количество монет да наверное ведь я почему-то разгон не использовал прошлом видео почему-то прям напрочь забыл если честно про него хотя вроде бы вечно полезно особенно для нашего централа и использовать как бы надо ну ладно сейчас зато я исправлюсь тем более сейчас элитный босс поэтому понятное дело что надо быть на готове быть подготовленным у нас все вроде бы хорошо полстрит добавил теперь у нас тут автосбор про нам просто всю карту надо застроить контрольными рынками еще этот банк бы я бы знаете поменял нам нужно не так нужен и к 80 раунда это думаю мы спокойно у нас владыку плазмы разместим по деньгам то все должно быть вообще хорошо если у нас сейчас 69 раунд и мы уже только всего сделали дальше чтобы только лучше еще раундов 5 мы спокойно будем все прокачивать а дальше наверно уже откладываем разгон ну прям вообще молодцы такие конечно если вы хотите больше зарабатывать тут надо именно исследовательские лаборатории качать они как я делаю но я не хочу либо размещать миллиард фермеров либо вот курсором водить по экрану без остановки при этом теряясь от количества ящиков которые у нас тут будет в принципе на экране это я выбираю наши центральные рынки и вроде бы надеюсь что не придется жалеть потому что все таки это этот фейс выглядит послабее тех которые были в предыдущие разы о 9500 давайте тогда поменяю сразу же местами он нам отслужил мне очень приятно за то что он с нами такой банк невероятный находился как сюда и вообще смотрите на большую часть карт это уже мы сами перестроили идет максимально хорошо и заработок очень у нас на высоком уровне должен быть по итогу так что бифби уже довольно далеко проходит немного напрягает в счастью мы с вами справляемся вы тоже не пальцем деланные упа упа ну смотрите но сейчас все просто вкачаю и будем уже копить на владыку плазмы и так думаю можем себе вот позволить такие вещи все вся карта просто в центральных рынках наших фруктов майла вот так вот сделала где не город прокачаем то есть это на самом деле очень сильно мне так кажется но все равно надо будет накопить 1200 а потом уже только ставить владыку плазмы но чтобы степень было получше минимум 30 хотя бы так еще вот 5 тир мастера арбалета качаем но фейс немного у нас там полетает не сразу мы его будем жестко дамажить потому что вы только сейчас нам надо накопить эти 200000 а у нас только 27 сейчас давайте в конце раунда вот как раз мы сверимся сколько мы за один раунд сможем заработать это вот прям интересным и что мы вот здесь можем еще центральный рынок разместить но это уже так то уже мелочи уже не так все влияет зато посмотрите уже 99000 у нас с вами почти 100000 за раунд мы с вами заработали это но очень много на самом деле думал давайте сейчас так вот чуть-чуть подождем ничего страшного фейс пускай пока что он отходит так 205 все 250 тысяч на коплю вот давайте доставим не знаю зачем я прям так тянул можно было бы на 30 остановиться но вот так вот мне захотелось этого нам вообще по итогу то должно хватать а готовимся нашего морского наварха потом создавать ставим пятый тиры окно фейс ну давай сносить побыстрее пожалуйста здесь было хорошо потому что владыка плазмы рикошетил и наносила очень даже такой неплохой урон ай блин наш стол компьютерный пнул нечаянно ок и все теперь уже у нас деньги идут именно накопление морского наварха так тут тоже сейчас будет хороший урон из-за рикошета урона нет потому что не в радиусе вы ничего ладно сейчас тут шарики благодаря шарикам которые вылетают все равно снаряд рикошетит и все тут еще хороший урон куда должна настраиваться без каких-либо проблем на экран смотреть страшно если честно поэтому лучше фокусироваться на какую-то конкретную точку например на на босса или же на шкалу хп сейчас подождите воды попью сюда резко в горле пересохла поздравляю нас третий класс пройден посмотрите мне выпал ящик то есть он уже буквально окупился просто если вот так еще смотреть на экран но все вот эти цифры которые нам приносятся это тяжело для восприятия конечно же но все нормально я так думаю мы с вами должен справиться давайте также еще у нас поставлю это еще крепость пускай на себе там летает уже урон наносит 8 урона вот пошла жара наконец-то вот теперь она уже будет показывать на что она способна морской наварах тоже у нас уже готов в принципе к созданию потом еще отдадим для него денег и все будет хорошо мне кажется ему супермного давать не надо будет тысяч триста может быть дадим а может даже побольше потому что ну ладно где-нибудь может быть полмиллиона адам этого должно быть предостаточно а все остальное у нас уже пойдет на например на самолет ценного дня и на вознесенную тень я так думаю мы добавим вот этих двух наших парагонов и вообще никаких проблем у нас не должно быть с нашим элитным фэйзом вообще что мне вот удивило то что очень быстро мы проходим очень все так вот удачно обычный босс мне вообще удивил по времени потому что я как-то вот так вот прошел что ли на одном дыхании а потом смотрю а запись это идет всего лишь 30 минут это очень быстро и у меня еще быстро его смонтировал она быстро отрендерилась потому что вес не такой большой так как обычно мне там 40 почти 50 минут боссы идут а здесь все так хорошо все так удачно из этого прям уже я снимаю элитного босса хотя обычно я к этому времени то еле как успеваю обычного пройти и смонтировать я еще жду когда он от рендерится а тут уже смотрите до чего мы дошли так поизобьем у него 3 миллиона хп у нас тут нормально и кстати не посмотрел к у нас морской наварок степень 33 вообще хорошая степень там и главное что вот есть вот это вот 30 тут владыка плазму молодец сейчас он очень много урона наносит в том числе их рикошетов и буквально на половину хп уже снесли будет опять много урона по нему наноситься потому что он подлетел к опасному к радиусу морского наварка а это уже это уже приговор можем так сказать и он продолжает летать вот пускай там и летает как говорится то же стой раунд у нас уже и накоплена один миллион двести пятьдесят тысяч то есть у нас к сто двадцатому раунду должно быть это по три миллиона я так думаю без каких-либо проблем прошли автостарт включен не знаю стоит ли буду так вкачать можно кстати вот пока что знаете для какого-то экономия времени вот так вот делать потом на сто двадцатом раунде не приходилось там долго ждать пока то одно поставлю то другое поставлю а тут уже вот так вот на готовенькое сделаем правда тут место на самом деле не так уж и много так как я очень как-то удачно все сделан правда разгона я не использую из-за этого туда конечно штук тридцать у нас тут наверно не влезет то что карта течь смотрю она правда застроена вся вдоль и в поперек и не может не радовать вообще можно было бы кстати вот ледяной бизану так поставить чтобы заморозить тут дорогу я воду и на воду мы бы смогли разместить нельзя так сюда здесь тоже добавляем по 17 раунд у нас уже что мы можем продать его так автостарт я убираю 2 миллиона 370 тысяч где-то будет 2 миллиона 400 да и теперь давайте продавать все то что мы тут выставляли на протяжении всей игры с помощью чего мы зарабатывали смогли себе позволить невероятных прогонов а главное с морской на варханчин не удалить вот это было бы конечно обидно так 3 миллиона 400 тысяч вот точно не соврал теперь спокойно так сейчас доделываем очень много посоздаю у них степень должна быть прям на высокой на самом деле вот я учусь вот это вот понимаю потому что сейчас денег когда мне мало из-за того что еще поставил нельзя довольно в большом количестве прям все хорошо а еще ребята которые мне постоянно говорят использовать горячие клавиши наверно сейчас ликуют буквально от того как я их использую я так думаю столько нам должно хватать теперь давайте другие пятые тиры сейчас вкачаем весенную тень сюда ставим и еще дадим ей 1700 например практически 10 вторая степень это очень хорошо так вот вознесенная тень у нас с вами ой вознесенный тень ну да увесенный тень есть теперь самолет судного дня уже нас на подходе он даже не будет такой большой степени но все равно того что мы будем иметь должно быть предостаточно чтобы справиться вашим финальным классом элитного фэйза окно все давайте наверное буду создавать отдают 600 тысяч также дополнительно 43 степень ну хорошо вообще замечательно скилл наверно должен откатиться где-нибудь вообще вот здесь не подсказывает потом давайте 16 миллионов хп у него немало но и мы тоже смотрите какой урон то наносим приятный 2 миллиона уже летающая крепость у нас снесла так сейчас вот это мы собьем потом я уже скилл буду использовать чуть-чуть до нанесли чуть-чуть до помогли и в принципе знаете какой класс бы не шел мы примерно на одинаковых точках вот это фэйза сносим и могут в целом так стабильно идем но я чуть не продался валются 2 дня не мискликнул вот это вот было бы конечно же страшно и у него уже остается 5 миллионов 333 тысячи 334 хп так что сейчас быстренько мы уже с этим справимся остается всего ничего последняя шкала а летать то ему еще в принципе так-то немало так что я вообще нами горжусь большие молодцы сейчас он тут подлетит 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 он давайте сейчас использую но пусть его победа поздравляю вас элитный фейс побежден башен разместили мы 134 штуки шаров пробили полмиллиона общий урон составил 59 половиной миллионов сгенерировано денег 5 миллионов 300 тысяч пробит ему об 6 половиной тысяч а и того потрачено 6 миллионов 578 тысяч обезьянная звезда самолет с одного дня которого мы только что поставили он нанес 19 миллионов урона о мурбезьяну какую нам дали классную прикольно так что вот прошли мы с вами фэйза ура наконец-то спустя такой вот череду неудач с нашими элитными боссами у меня наконец-то получилось его преодолеть так что поздравляю нас с этим а так на этом буду заканчивать данное видео надеюсь что вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока